давайте познакомимся меня настя зовут я блогер мне написали написала женщина одна что у вас очень много котов и вам не помешает помощь люди уезжали здесь такое было земля горела вот это не мой кот он соседский но он удрал тогда когда военные пришли открыли все двери и пока двери были открыты я просто не до котов и остались а животные остались а животные можно это нужно было все пережить и видеть люди занимались только как говорится собой выжить набить себе кишки и спастись о животных никто в этот момент не думал ну так как у меня жили до войны котики и когда случилась такая беда с другими животными я не смогла переступить через это многие котики были мертвые я их похоронила собственными руками кладбище котов потом кто в живых я смогла их взять к себе был очень большой голод кушать нечего нам было волонтеры ехать к нам сюда не могли здесь была красная зона никого не пускали если прорвалась какая-то машина то люди за хлеб друг друга раздирали а кричали не давать ей вторую буханку хлеба потому что на березка там воды был дефицит запасалась от дождевой водой и тем образом выходили такого положения когда погорели дома в близкие расположены к стадиону возле застали а там полностью сгоревший район я стала ходить туда подбирать оттуда домашних котов подвалы были забиты котами и собаками я брала эту воду дождевую что было у меня и переноску я каждый раз приходилось новым котом первый второй этаж был забиты котами кормить не знала тем когда первый раз на меня вышли волонтеры чисто случайно я побежала за молоком которые раздавали людям и мне не досталось я стала плакать и кричать что мне нечем кормить моих животных два молодых парня волонтера пришли сняли этих котов и таким образом люди узнали обо мне меня не было связи полгода телефона мне не было мы пережили такое я думала буду ловить голубей занавесками от окон и варить им на костри какую-то еду я сказала этих животных не брошу пережили все в это время сейчас нам уже легче мы живем уже с надеждой на лучшее кто-то приходит забирать хозяева но и коты уехали на россию спасибо большое людям которые взяли к себе этих котиков отдавала самых красивых и самых породистых кормить была проблема и сейчас проходит средня мешка корма нет не все едят сухой корм очень много больных животных циститами почки кишечные проблемы зубы гнилые у многих а ну-ка пережить такое до на улице жили и еще после этого голод и все эти стрессы получается распоряжается жизнь так что у меня недавно взяли четверых на москву друг подобрала слова весла ухова сидел под машиной был как раз гололед минусовая температура ветер и он сидит под машиной весла ухи котики естественно он больной я его взяла он у меня вот что это дитё сидела под машиной гололед ветер и вот видишь он какой-то шел худой глаз больной и какие у него крупные лапы и какой он худой он же у меня только третий день закон ел каждые десять минут просил есть но голод на голод понимаешь да и он он первое не ходил на лоток он испугался а вчера я смотрю он пошел на лоту понятно уже почувствовал дом еще сказала четыре кота пришли забрали одного кота сейчас да 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 а этого я вот пожалуйста красавчик вот у нас всегда так забирают и тут же появляется потому что он знает что тут спасение найдет не зря же говорят животные всегда идут подобрала еще двоих котиков в общем как говорится это это место кошачий дом дом приют как хотите так и называйте но они здесь адаптируются у них появляются свои отношения между котами любят меня привыкают ко мне я их люблю и сидят в клетках они ходят по квартире как у себя дома и даже те животные которые не знали теплоты и уюта домашнего они к этому приучаются и когда у меня берут животное семью я не краснею за своих животных не люди благодарны и очень довольны и потом остаются от того что эти котики приходят к ее семью так что в любое время люди приходите выбирайте какие кастрированные стерилизованы у нас есть ведущий специалист ветеринар который знает о нас это сотников дмитрий врач от бога он лечит моих котиков и знает все наши проблемы кошки стерилизованы и кастрированы в данный момент мне нужно еще стерилизовать 5 новых кошечек и осталось кастрировать два кота плюс зубы сухой корм кушать не могут зубы десла воспаленные и это не лечится нужно только удалять и так далее и мягкий корм давать тогда они будут жить ну как и все хорошие у каждого свой характер вот как видите они у них появляется симпатия друг другу как и у людей в обнимочку спят кто-то кого-то любит и так далее я вам скажу что раньше я этим не занималась когда была молодая у меня жила 3-4 я подкармливала во дворе но жизнь поставила как говорится эти козыря на свои места я не жалею об этом это моя жизнь и я считаю что я даже выживаю благодаря этим животным приходите в гости посмотрите если вы начнете кормить приводить маленьких детей у нас в квартире чисто котики все обработаны я иногда у меня руки опускаются я очень устаю у меня полупались пальцы я не сплю я 3 часа ночи только покидаю эту квартиру иду вниз но я я не высыпаюсь но тем не менее я стою мне дают силы они поэтому приходите к нам помогайте им вы не мне даете вы им и забирайте котика кто вам нравится семьи будем брать других друзья смотрите я постараюсь поснимать каждого кота потому что я знаю что много людей ищет своих котиков эта квартира находится на левом берегу поэтому если вы жили на левом берегу недалеко от улицы азовстальской возможно ваш кот именно здесь поэтому я постараюсь поснимать каждого котика может быть вы обнаружите своего все люди которые эвакуировались они все отдавали наташи у кого заболел приболел уезжают им страшно дорогу брать всех наташи смотри вот этот котик он при боевых действиях жил в детском садике я его нашла вот этот код назвала бы космонавт он месяц не давался мне в руки я его подкармливал значит так он когда был голод залез банкой морда в банку мордочкой и не мог вытащить мордочку он разбил банку получается и у него остался вот здесь вот ободок от банки стеклянный я не могла убрать этот ободок я месяц ему прикармливал пока он сам ко мне не подошел и я не сняла этот ободок через какое-то время я забрала его квартиру он уже кастрированный зовут его космонавт он это знает возьмите этого кота я его недавно прокастрировала код замечательный приручился стал уже душа у него отошла он понял что можно жить хороших условиях и говорится не с нежным вниманием он вам отдаст все он молодой ему года нет этому котику возьмите этого котика шерсти много не будет приучен к лоткам чеченка здесь ходит которая просидела больше десяти дней вот этого котика вот я взяла садика недавно за ним бежало 12 собак как я могла его не забрать его бы порвали далее вот возле женщины сидит кошка она пришла окутана цепью вот это она была полностью через шею подмышку проходила цепь ложка была истощена одни кости мордочка была вся гнойная у неё был вирус сама она кушать не могла я думала она умрет я ее отхаживала она была в критическом состоянии выживет не выживет вот теперь она от меня не отходит это кошечка котик смерти нельзя где же погорели дома пошла кормить котов туда он за мной увязался идет и идет ну что говорю пойдем кошачий дом вот этот код подобран с рынка его или подбросили или он сам пришлось и вместо магазина значит я пошла мне рыночники говорят его только принесли посадили он бы на рынке не выжил код домашний есть мягкую пищу сухую он не ест котик кастрированный то есть это чей-то код это чей-то значит тут может узнать своего кота живет он у меня около месяца уже хоть и кастрированный породистый есть знает мягкий корм очень очень просит пакетики приучил кладку хороший код до британец и как бы он выжил на рынке зимой где свора собак цыган я его назвала он я бы недавно кассировала были проблемы у него с яичком до удалили хороший кот пришел при боевых действиях черный пухнатый кот подскажите а люди которые эвакуировались и которые отдали вам своих домашних животных они как-то пытались их может быть потом взяли сняли у меня с языка вот перед вами код рыжий который кушает сейчас рыжий хозяйка сургуте не слуха не духа он у меня я знаю это он еще до боевых действий приходить нам подвор это рыжий я его свое время помогала и я кастрировала и не нечем было заплатить я помогала у меня тогда была возможность я работала до боевых действий вот и это я его кастрировала этот код просто знал наш двор но уехала хозяйка соседнего двора кота оставила код пришел куда естественно пришел туда где пахнет котами декор на коту у нас есть щенки у нас еще да значит так щенки на рынке которых надо забирать и они вообще не жилой беру или живут вот подъездик вот по втором этаже и там шесть щеночков вот ходим туда женщина занимается этим ну я могу чем помогал вот напротив женщина живет шесть щенков один овчаренок если она пристроена почему нам нужна овсянка на это почему быстро газа нет у меня баллона кипяточком залил да я самовар у меня самовар я значит вот это вот овсянку самоваром воду скипятила залила настоялась раскрываю какую-то банку или кошачью часто человек не приносит какие-то консервочки консервы нужны любая не поем эти консервы они меня поперек горло стану не надо чем-то эту кашу размешивать чтобы запах потому что вот то что привезли они же не привозят нерегулярно это вот как приехали люди из москвы привезли а так каждый же день они кушать должны вот видишь поели и видишь корм почему потому что они не могут зубы зубы гнилые зубы и даже у молодых десна воспаленные они не могут жевать потом это же не выставочные коты это же не пересортировка хороших котов это все больные коты скажите а стресса перенесли они очень были витамины даже когда не было и каждой бомбежки они с этаж было что-то с чем да слушала что нужно какие корма у них у половина котов очень плохие зубы поэтому они не могут есть сухой корм они его едят и тут же срыгивают нужен мягкий корм не надо брать пакетики берите большие банки собачьи выгоднее или любые человеческие консервы я завариваю овсянку и мешаю поверьте я это про есть не буду я могу без этого обойтись я в голод не умерла а без этой консервы я им свою отдам они мне в рот лезут я им сорта достаю и отдаю поэтому нужно мягкая еда плюс опилки потому что они мочатся без конца а ну-ка 60 котов в квартире опилки это именно наполнитель да да не не песок а опилки плюс не очень нужны перчатки у меня полупались руки у меня сутками руки в моче резиновые да да обыкновенные медицинские перчатки м-ка у меня рука маленькая заходит вода и моющая моющая у меня экзема пошла по пальцам из-за того что в общем я мажу но у меня не за ночью подтягиваться утром опять 25 мне руки не отдыхают результат стресс стрессов стрессов и моющего постоянно приходите выбирайте животных возможно кто-то хочет взять ребенку приходим приводите детей пусть дети кормят милости просим у меня квартире чисто животные все как говорится чистенькие поэтому кто-то может подкормить приручить себе какого-то выберет питомца я буду рада если вы возьмете семью я хочу чтобы у этих у всех моих котиков было счастье у каждого каждого любили одного двоих конечно такая скученность котиков у меня просто меня не хватает на них меня если бы вы знали как они копеции лезут я не могу посидеть 10 минут они все ко мне идут они хотят ласки ласки и внимание поэтому приходите к нам в гости милости вас просим ждем вас вот кошка дикая смотрите что график назвала я альпинистка потому что когда я ее взяла она полезла чуть ли не на потолок кошку про стерилизовал сотников кошка хорошая девочка молодая стерилизованная людей людям не доверяется как она знала только улицу но стала уже потихоньку приручаться это на любителя каждый хочет со своим характером взять одному нравится такую другому иной вот все как и по-своему хорошие все кто-то любит толстых а вот потап как у меня и говорит бабуля посмотри какой маленький лев я ждал это котик это тетя наташа вот такие у нас львы он пришел худой-худой одни кости приполз и опять таки припуск куда кошкин дом хотя он не знал нашей квартирки посмотрите лапища какие он не знал нашей квартирки но пришел пришел за помощью естественно мы ему оказали и он теперь стал у нас медведь такой вот такой медведь да теперь у нас мишка живет вот такой а лавка была поломана его бы закрыли собаки а теперь он живет вот ходит у нас тут такой да а сейчас мы покажем кота которого сбила машина его нужно пристроить какой котик ребята вы посмотрите здоровяк уважаемые друзья люди которые имеют сердце и тонкую душу хочу вам рассказать этот код должен был погибнуть шумахер теперь он у меня барин его сбила машина и он пополз на обочину человек который все это видел его подобрал ехал по дороге мужчина зовут дмитрий он знает обо мне и привез мне этого котика котик не ходил у него были проблемы с тазом значит сотников сказал операция не нужно само оно затянется пройдет срастется действительно этот человек не ошибся и не стал вмешиваться хирургически у кота пошли улучшения сейчас этот код уже становится на лапке и начинает ходить то есть он уже так сказать пошел а так конечно он направлялся под себя вот были проблемы потому что кот не ходил теперь этот код ходит на лоток вот оправляется регулярно кушает он во время лечения я ему давала мягкий корм чтобы он понятно во время в туалет ходил и он привык мягкому корму но есть он и сухой вот замечательный ласковый барин я его назвала под клад бархатно-черный изумительный друг и уже врач нам его про кастрировал то есть его можно брать хорошие домашние условия вот будет благодарен и любить снимать все стрессы вот очень нежный хороший котик ласковых детям можно запуск нам нужно конечно помощь мягкие пакетики он ест потому что он потом туалет не сходит слышите как он же ходит нормально он уже стану можно вообще не становились ножки у него не может таз был перебит он живет другой комнате я бы вызвала первый раз сюда я хочу чтобы брали люди животных и навсегда на всю жизнь они так просто по играли и отдали ну жизнь и бывают разные ситуации я всегда говорю если что-то там не получается только не выбрасывайте несите назад никаких упреков никаких все уже это жизнь человеческий фактор может быть людям уехать надо кому нужна передержка я могу передержать и ваше животное у меня первый этаж есть отдельная комната за благодарность виде корму для животных чтобы кормить остальных этих животных которые живут на втором этаже мне ничего для меня не надо вот позвать звать его амур он сибиряк сибиряк и скажу вам шикарный код сильным характером также как и амур века также и он у него такое имя и он ни с кем не дружит этот код вольный сам по себе ну естественно он кастрировал он приучен к дому его бросили пять дней просидел под лавкой вот и вот замечательный сильный красивый сибиряк своенравный так вот с великолепным характером был бы друг другом который бы встречал бы ему как говорится вечерами вот очень такой вы знаете сильный классный код молодой который около года эта кошка стерилизованная молодая кошка черепашка ее можно и свой дом она будет хозяйкой во дворе значит вот этой кошка вот эта кошка ей нет угода она стерилизованная хорошая кошка butterfly нет 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 хорошая кошка молодая 3 цветка такая акварельная у нее красивая шейка абрикосовая такая рыжая кошечка молодая стерилизованная хорошая кушает все а вот чеченка вот это вот чеченка просидела больше недели на третьем этаже закрыли сутками кричала чеченка тоже своеобразная кошка которая любит лазить по верхам кошка с ней не соскучишься ну хорошая преданная кошечка вот пришел во время боевых действий я прокатрировала у казва у к у к у к у к у к вот этот рыжий который на лавочке его ну оставила хозяйка сгорел дом престарелая хозяйка уехала в сургут и как сказали соседи что уже она не вернется и остался этот котик естественно он пришел ко мне хороший год спокойный очень хороший рыжий кастрированный а вот этот рыжий это же которая цепью была девочка запрыгнула теперь вот этот код вот этот код тоже хозяйки нет старая хозяйка она уже не себе она не кормит кота старая женщина и уже за 80 лучшим ее саму никто не кормит она не себе будем говорить кота забрала потому что она его неделями не кормила кота нужно пристраивать хороший котик красиво расцветка у него кругленькая да значит я ее хочу простерили за простерилизовать на этой неделе и но через пару неделю можно будет брать свой дом вот код хороший это же показывала до тебя смеотиды дорогие друзья значит этот код похож на амура которого я показывала вам вольный характер сибиряк он похож на него он пришел сразу после боевых действий я взяла ему пришел с азовстальской хороший код назвала разбишака вот код такой полусибирский возможно это чей-то код код был домашний дался сразу руки любит мягкие корма значит он знал семью чья-то это чья-то радость была вот молодой кто-то возможно узнает этого котика рыжуха рыжуха кошка рыжуха взята со стадиона это кошка жила в подъезде вот и зимой ее никто не брал я ее естественно дала к себе потому что ей было холодно в подъезде она жила в хрущевке в подъезде люди ее выгоняли из подъезда и кошка бы погибла поэтому кошка у меня кошка хорошая ласковая кошка чистенькая кушать все ходит на лоток молодая я думаю что многие рыжиков любят очень красивая кошка сельва обратите внимание под стулом черненько черная с белыми мистиками видите значит сельва молодая кошка около года стерилизована родилась от уличной кошки крупного размера как майку мать у нее была такая в общем кошка выросла у меня это хорошая кошка красавица красавица кошка красавица космонавт вышел они знакомы сельвачка какая кошка мастера не марина и его не успела да успела космонавта на свету поснимать а вот тут еще два паутинчика видишь какой космонавт вот как нельзя котик уже кастрировала кушает все спасибо вам большое за доброту чтобы не бросили животных на улице таких людей на самом деле очень мало я над этим не задумывалась честно просто идет как и идет я сделаю все что от меня зависит я на следующей неделе обязательно к вам приеду по другому привезу привезу еды животным кашу вы сказали овсянку овсянку нам нужна паста для вывода шерсти как она выглядит в магазинах в тюбиках выгоднее брать брать большую нам нужна паста 200 граммовая закажут на заказ привезу маленькую невыгодно брать вы переплачиваете когда берете большую и тем более мне маленькая не хватит строители пришли она за ними угадала молодая они поигрались и бросили она всю ночь провела во дворе утром естественно никто ее не взял вышла я котов кормить и взяла эту собачку взяла думала пристрою так и не получилось осталась она у меня она была незрачная никакая будем а сейчас она выросла шикарная замечательная собачка добрелась до добрелась до добрелась до добрелась я собак просто обожаю это сколько я сейчас и плюс еще у вас шесть щеночков да да и пять щеночков еще шесть не пять а шесть посмотрите какая расцветка у нее необычная ну красавица же и белый у нас ножки стройные мордочка узенькая мы интеллигентная у него сына папа был охотник расцветкой потому что мама была не охотник а скорее всего папа мне подарит пару плечаток руки не могу не постирать ничего это ужас моча не заходит я варила каши и размешивала держала котов пока я не вышла на волонтера у меня закончились продукты людям раздавали молоко я увидела когда я иду с пакетами молока я побежала но молоко уже закончилась я стала плакать просить дайте мне хоть один пакет у меня 50 животных голодных сидит они поразились два молодых парня пришли сняли эту ситуацию что у меня столько животных и после этого обо мне узнали люди так как связи здесь никакой не было а когда появилась связь у меня телефона полгода не было вот и я просто чему что узнали чисто случайно вот люди дали информацию и не стали нам возить корма я готова была целовать эту землю но этим людям когда я увидела этот мешок с кормом у меня открылась второе дыхание эти бедные животные не видели этого корма и у нас таким образом благодаря вот таким как вы всем людям у нас пошла новая жизнь мы продержались а сама главное пережили эту войну и остались аж живы я вам всем желаю здоровья а где наша настя а спасибо огромное спасибо хочу сказать спасибо подписчице которая написала мне об этой женщине ее зовут наталья таких людей на самом деле очень мало тяжело мне было сдерживать слезы когда она рассказывала о том как она собирала всех кошек в округе тащила к себе домой и мой долг помочь этой женщине и благо есть возможность ей помочь хочется как-то облегчить ей жизнь вот поэтому кто хочет помочь милости просим она озвучила все что ей нужно все что все в чем нуждаются ее котики плюс она сказала что я буду рада если люди будут приходить знакомиться брать кошечек проводить там время с ними поэтому если в мариупольце если у вас есть такое желание пожалуйста милости просим адрес я напишу вам буквально напишите мне на почту или в telegram я вам адрес скину также у натальи на попечительстве еще шесть щеночков мы в следующий раз их подснимем вот для щеночков она попросила овсянку и консервы следующий свой приезд мы планируем на следующей неделе к ней уже привезем все необходимое когда люди не могли позаботиться о себе эта женщина заботилась еще и о животных и я как раз сейчас снимаю на на фоне дома с надписью я хочу жить очень символично эта улица находится недалеко от завода азовсталь улица азовстальская называется здесь напротив дом уже застеклили в некоторых домах уже сделали перекрыли крыши новые я хочу сказать вам огромное спасибо моим подписчикам за вашу помощь потому что благодаря вашей помощи я могу помогать вот таким вот людям которые действительно нуждаются и которым хочется помочь просто от всей души хочется чтобы у них все было хорошо спасибо спасибо